что это за игра и не знаю просто по картинкам понравилось и все посмотрим потише так но как вас зовут на барина верно верно добро пожаловать сабрина сменим бариста начать игру режим бариста дополнительные настройки что нет тут у тут у тут у какого-то активного что это предметы хорошо как начать все правильно грузить начать игру начать игру что это 2020 год сиэтл вышел мечтающий безумствующий город здесь о великой войне между расами вспоминают разве что на уроках истории здесь всем без исключения позволяется грезить совершенно любой жизнью но грезы обращаются в пыль с такой же быстротой с какой возникает чей-либо главе и тем не менее здесь и сейчас может произойти все что угодно хорошо эльфы покинули леса и начали развивать собственные стартапы гнобы выбрались из-за своих пещер начали устраивать автомобильные империи орки опустились теле топоры и начали осваивать компьютеры в погоне за лучшей жизнью а люди совершенно не изменились и остались также полны энтузиазма здешние улицы кладезь грез различных историй выглядит стильно просто не могу как мне нравится многие из этих историй никогда не найдут своего слушателя но какая-то их часть все же ютится в объятиях кирпичей дерева и стекла там за чашку какого-нибудь напитка только-только рассказанная история обязательно засядет в памяти очередному незнакомцу ok в одном из городских угол углов располагается кофейня место открытия который всегда сопровождается живописным закатом место где люди делятся друг с другом своими историями и вот некоторые из них какая кофе так вторник 22 сентября 2020 год 22 сентября моё день рождения мне исполняется 20 лет работой сегодня на день с ума сошлись так добро по а это ты привет сабрина как ночь фризе все тихо и спокойно с одним исключением что такое мой поставщик слегка напутал и я стал меня без половины ингредиентов вот черт не переживай без своей дозы кофеина ты сегодня не уйдешь чудесно только дай мне сперва все подготовить до тебя сегодня кто не заходил конечно не торопитесь если что голоса у всех будут одинаковые я не умею распределять я писатель а не редактор так что привыкла не спешить снова творческий кризис в точку на чем сейчас трудишься ты помнишь мой план что ой прости что перебиваю кофемашина готова тебе как всегда тройной экспрессу да если рецепт улетел из головы проверю себя в телефоне мне как никогда нужен тройной экспресса 상황 мне такие игры даются на патрониках интересный сюжет, особо основа что estoy что книга рецепта и и и и и и Хи-хи-хи, тройной. Кофе, кофе, кофе. Чёрный, безлучный, ночью, горячий. Ча-на. Меня могут учить по-человечески? Кофе. Главный кофе. Тростепенный кофе. Мне же кофе надо. Тройной экспрессо, три кофе. Правильно? Так красиво всё выглядит. Подать. Чашка тройного экспрессо. Для моего единственного гостя. Ммм, какой аромат. Ах, то что нужно. Ладно, на чём мы остановились? На твоём плане. Да, точно. Не то, чтобы мне не нравилось писать газетные рассказы, но, похоже, настало время для чего-то большего. То есть, для романа? Да. Когда я придумывала план, всё звучало куда проще. По крайней мере, твоя работа никуда не денется, если вдруг всё пойдёт не по плану. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Эм, что-то не так? Нет, всё верно. Мне и самой следовало об этом подумать. О чём ты? Ты знаешь, кто владелец вечерней умолы? Игра, медиа, верно? Да. А ещё они самые крупные книжные издательства в стране. Так что, когда подвернулся удобный случай, я им воспользовалась. Что ты имеешь в виду под удобным случаем? Ну, в лифте я нахожусь на одного из важных руководителей. Ну и само собой высказал ему свою идею с книгой. Молчим. Молчит в ответ. Молчим ещё. Молчит ещё. Да брось, не смотри на меня так. Ты сейчас серьёзно? Да, да, знаю, это было очень клубный поступок. Ну и что было дальше? Оказалось, он читал мои рассказы. Так что он предложил мне условия. Если я успею за месяц набросать черновик, он подёргает за нужные ниточки. И делает так, что отделы художественных публикаций вот он с хвостом идут. Подпишется на издательский контракт. Здорово. Что насчёт работы вечерней молвы? У тебя хватит времени на два дела сразу? В этом вся проблема. Я втайне трачу своё рабочее время на работу. Работу над романом. Я втайне трачу своё рабочее время на работу над романом. И теперь отстаю под отлайном. Есть главвред? Если главвред узнает, кто? Она, вероятно, вышибнет меня. Уф. Ну, по крайней мере, у тебя есть месяц, чтобы написать черновик. Он начался на прошлой неделе. Хватит на меня так смотреть. Насколько ты продвинулась? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Кое-что я, между прочим, написала Могу я взглянуть Эм, ну Получилось так плохо, что я Ну, прочла И сразу же удалила Все, что написала Хорошо, значит Ноль Уф, ага Мне просто необходимо написать Все займа Две недели Тогда у меня останется неделя Направки, редактуру Похоже на плант Если, конечно, тебе удастся все провернуть Знаю, знаю Прояви хоть чуточку доверия Я для того сюда и пришла За вдохновением Между прочим, парочка моих лучших рассказов Написана именно здесь Правда? Приятно знать, что мои стены Кому-то помогли Кажется, кое-что кто-то идет Добро пожаловать Приветствую Здравствуйте Добрый вечер Вы здесь? Да Хотя я не совсем уверена, что бы заказать Что вы посоветуете? Это сильно дает вашу настроение Я здесь просто, чтобы встретиться Со своим парнем Не планирую Бодро остывать всю ночь Значит, точно не кофе Как насчет шоколадненького? Идеально подходит под погоду Кстати, неплохая мысль Благодарю Не за что Какие-то странные Перегляделки Что-нибудь шоколадное? Что-нибудь шоколадное Горький шоколад пойдет Там только шоколад 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 Что это в рецепт? Шоколад 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 Греющая Ну и выражаться надо адекватно Что значит шоколадный? Я ей даю шоколад Ваш шоколадный напиток Спасибо Какой теплый Так значит, вы ждете своего парня Да, он вот-вот должен прийти Ничего себе Только что здесь было пусто А вот уже три посетителя Я думала, здесь будет более многолюдно Учитывая, что в округе И больше ни одной кофейни Работающей после полуночи Именно по этой причине Она в основном и пустует А ведь вправду Разве работать Только по вечерам и ночам выгодно? Разве работать только по вечерам и ночам Выгодно для бизнеса? Определенно нет Ага, все верно Тогда зачем так работать? Я просто люблю свое дело Да, и в такое время суток Всегда найдется желающий согреться Очаровательно Прошу прощения за вопрос Как вам удается управлять такой кофейней При этом сводить концы с конца? Ну, послушайте Это же я И этим можно все сказать Можно я буду поотвечать от себя? Выстроим такой образ Благодетельный Раз мы работаем, чтобы кого-то согреть По ночам Какое-то странное не звучало То есть давайте отвечать будем В этом духе Можно мне выбор? Ну, это секрет Ладно, тогда лучше Иметь чертовски много денег Вот в чем секрет Что? Правда? Она преувеличивает Не переживайте Сабрина справится Уверена, что до банкротства Эта кофейня пока далеко Так что необычное мирное местечко Для ночных посиделок Никуда от вас не едет Если мы богаты И работаем в кофейне для души Это мы какие-то таксисты Которые таксуют Просто потому, что им хочется В чем секрет нас? Ну-ка Это хорошо Кстати, вы часто сюда заглядываете? Не то, чтобы Мне было куда еще заглядывать Я писательский Мне лучше всегда работать Ночью в какой-нибудь кофейне Опасно По ночам где-то шлынуться Выбор довольно ограничен Ах, тогда понятно Кстати, она довольно неплохо пишет Может Можете почитать ее статьи В вечерней молве Замолчи Ого, как интересно О чем вы обычно напишите? О людях и разных уголков города Личные, любопытные, необычные истории из жизни А еще пишу в колонку рассказов Я их обожаю Это все ваши творения? Больше их часть Но не все Радо, что вам нравится Это так клево Значит, вы здесь, чтобы написать что-нибудь новенькое? Надо бы Но я даже не знаю, о чем писать Парень ее пришел Ты посмотри, какой глаза Все хуже стреляет Добро пожаловать Привет Прости, что заставил ждать Ничего У меня были приятные собеседники Что значит быть? Привет Приветствую Здравствуйте, хотите что-нибудь заказать? Ммм Ему что-нибудь смято, да? Удивите меня Что это за заказ такой? Ну я просто не знаю, что бы заказать У вас есть какие-нибудь предпочтения? Что значит Я не знаю, что бы мне заказать Что-нибудь горькое, чтобы взбодриться И добавьте молока Ох, нарисуйте латте-арт Не знаю, это он что ему надо А список вот такущий дал Я не собралась просто в кофе добавить Лепесток мяты Горькое, взбодриться и молока Что это? Талант, это вот Кофе, молоко, молоко Кофе Молоко, молоко О, да стиль тут бомбезный На Ваш заказ Ничего не нарисовали? Хмм, досадно Слышь, меня не учат Но на вкус неплохо В общем, меня отвлекли Отвлекла колька работа Да, еще это дождь Все в порядке, Бейлис Мы скартали время за беседой Слышите? Что это? Том, мать Рея, писательница День рождения, 29 января Работает в учебной молве Обсужден Тай, бытовые вещи Искусство и жизнь в целом Только друзья, только близкие друзья Джорджи День рождения, 1 июня Только друзья, только друзья Чем мне департамент полиции Дала День рождения, 13 сентября Только друзья, только Кай А, это полностью закрывает Черня молва Хорошо, давайте посмотреть, чем она занимается Ваш ознакомительный период Начнется завтра Программа За подписку на ознакомительный период Книги и истории Каждый день вам будут приходить свежие рассказы Первый из них вы сможете увидеть уже завтра Мы надеемся, что вам будет приятно и интересно Здесь музыка? А, в кафе я меня отдает Тут есть плейлисты? Вообще Не важно, что играть Оно не получено Книга рецептов А как тут я должна была ему рисовать? Слышь, научите меня рисовать Это что? Что это? А, это Разговор наш с Фреей Или что? А, да Это все, которые диалоги могут быть Хорошо Это что? А, понятно Сохранились Ах, да Я еще и не представился Я Бейлис Ах А я чем лучше? Я тоже забыла представиться Меня зовут Луя Привет, я Фрея Приятно с вами познакомиться Я Сабрину Виталию И ты знал, что Фрея пишет для вечерней малвы? Как он их мог это знать? Что за вопрос? Правда? Я пару раз выполнял данную какую работу? Да? Какого рода? Я фрилансер Занимаюсь дизайном иллюстрации Сделаем пару карикатур и инфографиков Предположу, что ты работал со Стивом Ага, он хороший коллега Серьезно? Ладно, нет Но у меня бывали клиенты и похуже Намного хуже Ага Я рада, что он из отдела дизайна и визуализации Я бы не вынесла работать с ним напрямую Ха-ха-ха Да, брось С ним, конечно, сложно, но можно Но да Не важно, с каким адом ты столкнулся, всегда найдется что-то похуже Как ты обычно поступаешь с нежелательными посетителями? В такое время из нежелательных посетителей только заплутавшие пьяницы либо преступники Да, крайне нежелательно Однако с ним легко справиться Как? Кто мы? Что мы? У нас нет проблем с день Когда в наше кафе никто не ходит Мы не боимся преступников Кто мы? Кто мы? Кто мы? Это потому, что ты умело обращаешься с кулаками Не думаю, что преступники удивят кулаки Это какая-то тайна Но не так умело, как с кофемашиной Спасибо За что за комплименты? Не, за что Ладно, мне позалез Позалез, нужно начать работу над чиновиком Чтобы в итоге не вышло Так что я оставлю вас двоих В руках нашего дружелюбного товарища Бориста Где планируете трудиться? Недалеко Прямо за тем столиком в углу Рядом с окнами Там мое место О, ладно Приятного преопровождения Хе-хе-хе-хе-хе Надеюсь Удачи Спасибо Он эльф Она демониц Может нам тоже стоит присесть? Неа Идеть хорошо Ладно Как прошел твой день? Неплохо На работе ничего особенного Почему мы их подслушиваем? Дала свой проект пораньше Чтобы выбраться из офиса К тому же мой начальник был в очень хорошем настроении Мне показалось, что твой начальник всегда такой Ну, он такой Но сегодня он был радость необычного Уж не знаю из-за чего Но было приятно наблюдать за тем, как он ходил и улыбался А у тебя как дела? Трудность не с нынешним заказчиком? Ага Та еще заноза задница Видела когда-нибудь мему про ужасных заказчиков? Так вот Она подходит по всем статьям Я могу жаловаться на нее хоть целую вечность Но от этого мало толку Сделай с ней мем Предлагаясь променять проект на пару минут веселья Может оно и стоит того Сабрина знает, как быть с надоедами Правда? И как вы обычно с ними обходитесь? С теми, кому не обязательно применять силу У меня, конечно, есть пути решения подобных ситуаций Но было бы неразумно обсуждать посетителей с другими посетителями А вот это уже неплохой урок на будущее Луя Бейлис Что? Что? Родители? Да Значит, ты с ними не поговорила? Поговорила Не очень хорошо прошло? Нет Что не сказали? Много всего Не стреляй лукки глазами Они шанса нам не дадут Кто угодно, только не эльф Их слова А твои что? Примерно то же самое Что? Кто угодно, только не эльф? Естественно, не перефразировали Только он, кроме меня, демон, да? Демониц Сцепился со своим стариком Так что, начиная сегодняшнюю ночь Я живу у Феррона Они тебя выгнали Ты не обязан взваливать на себя такую ношу? Ну так это Живите вместе И покажите, что вы достойные пары И все такое И родители вам ничего не скажут Что с вами не так? Хватит, хватит Твои глупости Они твоя семья Ни секунду рядом с ними больше не вынесу Может, у меня и нет постоянного заработка Но я справлюсь И все-таки Ты просто не знаешь Что они про тебя говорили прошлой ночью Прости И что они про меня говорили? А точнее, про мою расу, да? Забудь Я хочу узнать Это все ту же хрень Бормочут Какие мы святые Какие мы бессмертные Что если я тебя переживу? Что? Ничего Если ты меня переживешь Ни один другой эльф Не захочет быть с тем Кого скирнил Ничтожный суккуб? Она суккуб Именно так они и сказали Они завидуют своему сыну Что у него суккуб Значит, вот он Конец наших отношений Не горячись Ты сам знаешь Что наши семьи Никогда не придут к согласию Мы можем просто оставить все как есть Умница, умница Что ты имеешь ввиду? Им не нужно ничего знать Мы можем продолжать встречаться Как раньше Молодец И держать все в тайне Нет Будьте вместе Открыты И семья Пусть там постоит Деньги А что потом? Ты хочешь, чтобы мы скрывали До скончания веков? Мы отличаемся от людей Мы не можем просто взять и сбежать И шантажировать родных Возрастом ради разрешения Тоже не выйдет Глуем Не плевать на их разрешение Если придется Я их с радостью разорую С ними всяческие узы Даже не думай об этом Это же Конец твоему бессмертию Если я смогу Прости свою жизнь с тобой Я не против Нет Совсем не против Только вот этого Ни тебе, ни мне не легче Тебе хорошо рядом со мной? Конечно А больше ничего и не требуется Мы с тобой созданы Другой друга Тут и думать нечего Доверься мне Мы со всем справимся Ставаться будьте? Сейчас мысли в голове не вяжутся Поговорим позже Луя, подожди Обнять Поцеловать К сердцу прижать Извините, что вам пришлось все это слушать Все в порядке Эта кофейня повидала множество историй Очень надеюсь, что у вас будет счастливый конец Я тоже на это надеюсь У вас продается алкоголь? К сожалению, нет Ах, облом А что-нибудь теплое, чтобы успокоиться и согреться? Как вам зеленый чай с молоком? Зеленый чай с молоком? Давайте Так Рецепт Зеленый чай с молоком Зеленый чай Молоко Молоко Правильно? Вкусный напиток С ноткой сердечной горечи Ничего, он вообще должен был догонять И вот Можно рисовать вот так Если я ему в этот раз нарисую Что? Что это? Что-нибудь ободряющее должно быть, да? Типа Как ты? Что? Вот так Вот так Вот так Это ободряющее Ваш зеленый чай с молоком Ты не оценил? Вкусный Спасибо Кстати, вы в браке? Я? Нет А любите кого-нибудь? Я люблю свою кофейню Что это? Однако Однако этот ответ вас вряд ли устроит Если честно Вполне Эх, я мог влюбиться в кого угодно Так почему она? Невозможно выбрать В кого влюбиться Можно, если очень постараться По крайней мере Так сказал мой старик Очень надменный эльф Но думаю Они все такие Высокомерные Надмежные Бессмертные Кретины Но у вас есть вся вечность Чтобы постигать и меняться Или чтобы так и оставаться Мудаками Ладно Мне пора Наверное Пойду и буду Упиваться до самого рассвета До рассвета еще долго Значит буду пить долго Увидимся До свидания Фрея Спасибо Приходите еще Отдогнать Свою любимую Суккубу Что с тобой? Ты все слышала? Да Бедняжки Надеюсь Они совсем справятся И я Ладно Я пойду Завтра надо встать пораньше Ладно Тогда на сегодня Пожалуй все Рановато Знаю Завтра ко мне дойдут ингредиенты И я вернусь к работе В обычном режиме Лады Приятного отдыха И тебе Это наша первая ночь Ну Можно мы всегда будем закрываться? Экспрессы Чернее без луны ночи Горячее и горче Самого ада Можно мы будем всегда Раньше закрываться И все Мы же богатые Она сказала Что И до Кризиса Далеко Среда До встречи сентября Так почему Не закрываться Каждый гейм Мы же вообще Работаем в удовольствии Всегда можно закрыться Раньше Зачем работать В обычном режиме Африканский зомби-вирус Возможно Уже добрался До Северла Из-за проблем С распределением Продовольственных товаров Ресторанный Северла Терпят убытки Пик планирует Устучить политику Против незаконных Иммигрантов Так Кто сегодня Придет Тут можно ускорять Походу Или автомат Добрый вечер Господи Да что с тобой Не можешь просто взять И зайти нормально Прости Но мне так не терпится Тебе рассказать Ты о чем Я знаю О чем я буду писать В своем романе Очередное внезапное Озарение Которое никогда Не воплотится в жизнь Не говори Так Я абсолютно серьезно Хорошо Хорошо Рассказывай О чем ты будешь писать О парочке Об этой кофейне Чего Я буду писать Рассказы Об этой кофейне И тех Кто сюда приходит Ты это серьезно Да А если я скажу Что тебе нельзя Такое писать Я не спрашиваю Можно или нет Вообще-то Это вторжение В личную жизнь Посетителя Расслабься Я в курсе От этого места Мне нужны Лишь вдохновения Я буду слегка Изменять Слышное И увиденное Насколько Слегка На уровне Романа Идущей по лезвию И фильму По нему Ты просто Арый Конечно же Просто Арый Я не смотрела Это уже Немалая разница Больше Просто Некуда Ну Запрещать тебе Писать про кофейню Мало смысла Так Так Хотя ты можешь Запретить Мне приходить Сюда Хорошо Я запрещаю Так Хорошо Было Чего Шучу Я не выстрелю За дверь Самого постоянного гостя Очень смешно Но спасибо Что не выставляешь Как бы то ни было Мне не терпится Увидеть Кто загляднет Сегодня ночью И услышать Какую-нибудь Интересную историю Кто там Кто там А Полицейский Добрый вечер Добрый вечер Офицер Джорджи Привет Старика Похоже Ты сегодня В хорошем настроении Фрей И Сабри Сабри Ни к чему Так Официальничай Ага Ну уж Нет Служба требует Вы как коп Должны меня понять Ты как всегда Стоишь на своем Что с этим копом У нас вдруг Детство Или что Что с этими Тремя Не так Ладно У меня сегодня Ночная смена Так что Мне как обычно Как с ингредиентами Все на месте Не все Но больше чем вчера Кроме чая Он закончился Ты же помнишь Мой любимый напиток Да Кофе Со сладкой ноткой Именно так Только Не добавляй молоко Ага Все давно Видели твой профиль И в курсе Что у тебя Непереносимая слактоза Джорджи В общем Сладкий кофе Без молока Пожалуйста Это что такое Так Сладкий кофе Без молока Кофе Молоко Молоко Кофе Шоколад Шоколад Кофе 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 Зеленый Чай А что значит Сладкий кофе Без молока Кофе Что это Ибирь Мед Насколько ему сладкий нужен кофе Сладкий кофе Допустим Еще кофе И мед Но он хочет сладкий кофе Подожди Кофе Мед Мед Так Пойдет Что быть Если я буду вечно Давать не то Кофе С медом Для стража Порядка Мало Кто приготовил бы Так же Хорошо Благодарю Прошу прощения Кстати Я же ничего себе не заказала Обслужи меня так же Как и этого старикана Что будешь заказывать Ты еще спрашиваешь А Никогда не знаешь наверняка Экспрессо естественно Мой несравненный экспресс Несравненный экспрессо Кофе 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 Правильно Я ничего не перепутала Ночная беззвездная гладь Для зерновасой феи Не уверена Комплимент это или нет Идеально Фрея Как дела на работе Как всегда Ужасно Она заключила Авантюрную сделку Со своим боссом Ага Типа того Что за сделка Вполне возможная Переломанная сделка И при том Очень опасная Ладно Которая она Пожалела Не особо Боже Ребята Может Объясните Поподробнее Давай ты Это же твоя Почему я объясняю Вместо того Чтобы выполнять Свои рабочие обязанности Она втанет От всех Пишет роман Ты не робкого десятка Это точно Это точно Спасибо И как Оно по ощущениям Но будто Гуляешь под градом Стрел И боишься Как бы В колено не попало Ну флаг В руки Не беспокойтесь Вольнение ей не грозит По крайней мере Пока Впрочем Если она облажается Ей придется Несладко Тут есть Молчите Пожалуйста Тут есть рассказы По пустому шоссе Автор Фрея Фатима Ой Это красавида Давайте посмотрим Если Если схвалимся Квец Прямо на тот свет Пока ты рядом Я на любую смерть Готов Если у нас летит пикап Нам не выжить Нет Но ты же рядом Мне больше ничего И не надо Из поведавшего Вида динамики Доносится голос Старины Морриса И все в машине Друльно ему подпевают Все это я И одна Лишь мы вдвоем Почти пустой Шоссе впереди Песня заканчивается И оба затихла Ты готов на любую смерть Пока я рядом Внезапно прорываясь Заносит в тишине Спрашивает она Трудно сказать Почему Смерть бывает разная Не думаю Что хотел бы умирать Под наш с тобой Критик Кто-нибудь Какой-нибудь Психопад В маске Медленно Сдирал бы С нас кожу А какую смерть Ты бы для нас выбрал Какие ужасные вопросы В этой парочке Ну даже не знаю Но тоже что-нибудь Безболезненное Значит ты предлагаешь Умреть в один день От старости Эй Погоди Мы же только вчера Начали встречаться Рано что такое Маешь За что Вредно Ха-ха-ха Я же пошутила И вообще Я бы лучше подумала Как нам насладиться Нашей жизнью Прямо сейчас И что предлагаешь Повернись ко мне И закрой глаза Зачем Секрет Она медленно Поворачивается У моих стол И закрывает глаза Словно Словно Ожидая чего-то Завороженной Ее красотой Я прикасалась К ее губам Своими Наш поцелуй Касса Длится целую вечность Лишь мы вдвоем Скорость за сотю И почти пустого Шоссе Почти Турластик Какой-то Напишет Что? А Мы новую информацию Узнали Коротко Обо мне Занимаю Журналистика Пишу Рассказы Мои фантастические Своебразные Рассказы Можно найти О черней молдве Мои кумиры Гейл Ниман И Муруки Хараками Хочу когда-нибудь Встать Как они А Нам будет Раскрываться Ходился и вырос Сиэтли Работаю Копом Страдаю Непереносимостью Лактозы Луя День рождения 2 октября Что-то Непонятного Бэйлис День рождения 10 августа Работаю Дизайнером Являюсь Самым главным Фанатом Группы Хорошо В общем Мне как говорит Сабрина Мой главарет Еще ничего Об этом Не знает Роман Будет Топливков Нашей Компании Учредителем Так что Формально Я все еще Работаю На компании Но Если все Вскроется Она очень сильно Разозлится Погоди Разве Отлынивать От работы Ненаказуемо Тогда мне Возможно Придется Тебя арестовать Какая Плохая Шутка Эй Ты ведь Сам этим Постоянно Занимаешься Я Всего Прерываюсь На чашечку Кофе Иногда Не на Одну Тем не Менее Все Законно Из-за Тебя Мне еще Более Скверно Тебе Должно Быть Скверно Хватит Сыпать Соль На Рану Ладно Просто Констактирую Факт Не знаю Полегчает Тебе От этого Или Нет Но Если Твоя Карьера Пойдет Коту Под хвост В Родах Полиции Всегда Найдется Место Таким Как Ты Только Не говори Никому Что Занимаешься Посторонними Делами На Рабочем Месте Я Б Поблагодарила За Предложение Но Что Подсказывает Что Мне Стоит Оскорбиться Я Уверен Что У Тебе Все Получится Рэя А Ты Уже Знаешь О чем Ты Будешь Писать Удивительно Ну Да Здорово И О чем Же О Кофейне Обыск Толих Посетителей И Ты Не Собираешь Ее Останавливать Ее Не Остановишь А Что Не Так Пожалуйста Не Пиши Про Подозрительного Полицейского Который Любит Заседать Кофейне Неподалеку От Поста Время Своего Рабочего Перерыва Ха 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 Обязательно Напишу Из него Выйдет Неплохой Комедийный Персонаж Это Комплимент Или Ты Надом Издеваешься А Пожалуй Комплимент Точно Сомневаюсь Эй Чего Вы На Меня Сегодня Так Оболчились Сабрина Вероятно Боится Потерять Посетителей За твою Вторженьенькую Личную Жизнь Личную Жизнь Хе 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 Ладно Я не буду Использовать Как их Настоящие Имена И естественно Я преувеличу Большинство Из-за услышанного Так Даже Хуже Дело Вот В чем Мне эти Истории Нужны Лишь Затем Чтобы Подчерпнуть Из них Дохновения Кстати Разве Ты работаешь В округе Ты Наверное Слышал Кучу Всяких Историй Да ну Неа Нет 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 Ты Как-то Помогал Мне С одной Статьей Про Услоняющегося Обидняка Который На самом деле Казался Богачем Да Угу Наверное Ты еще Много Чего Интересного Можешь Подкинуть Вообще Я помогал Тебе Не единожды Что Правда Теперь Моя Отчет Отмущаться И Когда Это Было Ты Спрашивала Про Уличного Музыканта Того Который Вечно Грал На Гитаре Еще Розу С собой Носил Ах Да Бедняга Да Бедняга Он Знает Что Твоя Девушка Отошла В мир И На Его Время Расследования Что Даже Представить Сложно Тяжко Если Честно Он Принял Удар Довольно Стойко Ситуация Не Проста Но Ты Хотя Б Помогла Ему Принять Про Зашедшее Он Не Жал По Поводу Того Что Ты И В Створке Своей Статьи Он Дав Сво Одобрение На Публикацию Но С выходом Той Статьи О Нем Хотя Б Узнало Больше Людей Для Человека Его Профессия Это Полезно А Роза Стала Чем То Вроде Увиденной Карточки В Общем Вернемся К теме Есть Что Нем Есть Что Нем Новенькое Ладно Ты Слышала Одной Девушке О Расскажи Расскажи Последнее Время Она Зачистила Заглядывать В местную Кофейню Она Довольно Странная Не Знаю Кем Она Работает У У нее Такие Ярко Зеленые Волосы Да Ну Тебя Я Была Подумала Что Ты Расскажешь Про Что Нем Интересное Считаешь Себя Не Интересной Ого Как Быстро Изменились Лась Атмосфера Быстрее Чем Моя Котящаяся Под Откос Карьера Хей Ты Чего Так Незапно Загрустила Ага Сбодрись Уф Простите Из-за Давления Со Систерона У меня Настроение Скачет Ты Справишься У тебя Отлично Получается Писать Рассказы Кстати Почему Ты Выбрала Эту Кофейню Наверное Из-за Того Что Я Прогла Здесь Кучу Времени А еще Из-за Вчерашней Парочки А что С ними У них Сейчас Довольно Трудный Период Ну Знаешь Разный Рас Разные Культуры Семейные Неодобрения Когда я Это Услышала То Даже Немного Ощутила Их Боль Довольно Распространенный Сюжет И В литературе Его Уже До дыш Затерли Тем Не Менее Это Все Интересная Тема Для Обсуждения Часто Они Здесь Бывают Нет Девушка Заходила Разов Если Я Правильно Помню То Ли С Коллегами То Ли С Клиентами Наверное Помогала Своим Друзьям Протрезвиться Отпаивала Их Кофе Нет Конечно Кто-то Заказывал Кофе Но Таких Я Сразу Отговариваю Обычно Заканчивают Тем Что Я Им Наваливаю Чай Горячий Шоколад Или Вот Молодец Надеюсь Они Не Бесятся Когда Получают Не то Что Заказывают Ну Бывает И Такое Правое Дело Ладно У меня Смена Начинает Так Что Мне Пора Ах Да Работа Есть Работа Не Забудь Потом Рассказать Что Нибудь Интересненькое Не Вошло Бы Это В Привычку Тут Ничего Не Обещаю Ладно Увидимся Всего Добра Офицер Джорджи Увидимся Как То Они Слишком Фамильярничают Офицером Полиции Я Погнал Свернусь К Черновику Без Обид Просто Мне Нужно Уйти В Него С Привычное Место Удачно Поработать И Не Забывай Пить Воду Вот Держи О Ты Просто Супер Сабрина На Здоровье Ок Пора В Мир Фантазий Давай Кто К нам Пришел Для Эксперимента Это Будет До Стат Что Что Какой Эксперимент Ой Кто Та Идет Мы Франкен Стейлер Там Пособираем Под Портой Под Столом Добрый Вечер Гала Привет Сабрина Почему Мы Некоторых Знаем Можно Присеть Конечно Это Вампир Это Есть Место Которое Ты Мне Советовал Тебе Здесь Не Нравится Нормально Да Может Здесь Не Так Как В Лос Анджелесе Но Гала Все Нормально Ээээ Извините Что Перебиваю Хотели Что Нем Заказать Да Что Будешь Пить Сначала Ты Ладно Любой Кофе С им Берем Отказал Любой Кофе Ну Отказал Любой Кофе С им Берем Чтобы Была Кофе И Гимбир Ваш Ваш Заказ Спасибо Спасибо А Что Насчет Вас Что Будете Заказывать Как Оно Мне Нравится Не Уверен Понравится Ли тебе Окей Мне Тоже Что Нравится Нравится Что Что Так Сильно Изменится Всего За Пару Тройку Лет Ага Столько Всякого Поменяла Всего Лишь За 20 Лет Далеко Ходить Вы Из Лос Анджелеса Да Да Оттуда Впрочем Я жил Здесь Много Десятилетий Назад И Что Привело Вас В обратно В Сиэтл Я Здесь По Работе Вероятно На Пару Недель Он Много Путешествует Понятно Полагаю Вы Давно Знакомы Можно Сказать И Так Ага По Моему Мы Познакомились Скоро После Твоей Свадьбы Где Это В шестидесятые Ого Довольно Давно Не Для Таких Как Мы Стоп Если Я Не Ошибаюсь Мирный Договор Между Вампирами И Оборотнями Был Подписан В 1862 Году То Есть Когда Вы Говорили Что Встретились В Шестидесятые Вы Имели В В Шестидесятые 1860 Хватит Бросаться Друг Нет Это Было В 1960 По Меркам Некоторых Раз Мы Хоть Старые Но Не Настолько Впрочем С нашей Последней Встречей И Вправду Прошло Немало Времени Полагаю 20 лет Это Немало Это То Место Да Где Мы Впервые Встретились Ага Когда Здесь Был Бар Они Переехали Обанкротились Ах Какая Ольшалость О Гу Э Э Вы Радует Тому Что Бар Закрылся Если Позволите Почему Улыбайтесь Э Да Так Просто Интересно Не повторится ли история? Слышь, нам намекнули, что мы супер-супер богатые Очень надеюсь, что нет Я в эту кофейню захожу с самой первой недели ее открытия Здесь есть что-то особенное До закрытия еще далеко Спасибо, Гава Кстати, давненько у вас здесь не было Много работы? Типа того Из-за разошедшихся постиновостей о недавно открытом вирусе Народ буквально повалил в больницу Этот вирус так опасен? Точно неизвестно Однако большинство из тех, кто пришел Хотелось бы подобрать менее обидное слово Но они просто паранойки Ты все в той же больнице, на той же должности? Как она там называлась? Дежурный приемного отделения И да, я все еще дежурный в той больнице Странно, что тебя до сих пор не повысили за твою преданность и многолетний труд Мне предлагали управленческую должность, но я отказался Мне по душе так, как есть Каждому свое Кстати, я хотел кое-что спросить У вас в больнице по-прежнему можно купить кровь? Можно Только теперь не надо никуда ехать Можно просто заказать все через приложение Ты про кровопой? Угу Им из больницы кровь привозят? Ну, у них нет права на самостоятельное сертифицирование Этим занимаются только больницы и министерство здравоохранения А приложение просто разрекламированный посредник Часто им пользуешься? Пользуешься? Да нет, я же решил попробовать Вегасу Забыл? Но я знаком с его основателем Ах, да! И как там твоя диета? Нелегко Но ничего такого, чем бы я не смогу совладать Прошу прощения за вопрос Под Вегасу вы имеете ввиду отказ от крови? От настоящей крови В пользу искусственной Искусственная кровь? В подробностях не объясню По сути, ученые работают над созданием искусственной крови Чтобы такие, как я, могли питаться ей И не нуждались натуральной С которой связаны определенные Этические и гигиенические вопросы На кусту же самое? Более-менее, да Разве она не дорогая? Дорогая Но я могу себе позволить И опять-таки, над ней все еще работают Чтобы всем было по карману Хм, а если смешать искусственную кровь С другими ингредиентами Может, получится что-нибудь вкусное? Для чего? Думаете добавить в меню кровяные напитки? Так можно прилить новых посетителей И оттолкнуть других Справедливо! Если честно, не знаю, получится ли Из-за этого что-нибудь вкусное Большинство вампиров предпочитают пить кровь без каких-либо добавок Хотя некоторые из них экспериментируют Со всяким Со всяким? Часико с выпивкой Но некоторые спрашивают Смешивают кровь С несвойственными легальными веществами Хе Ты много знаешь Я в больнице работаю, забыл Кстати, наш веганский разговор напомнил мне спросить у тебя кое-что И что же? Про твои месячные приступы гнева Нашел какой-нибудь менее болезненный способ держать себя в еде? Пока нет Но я точно знаю, что это напиток Что за напиток? Некое сочетание имбиря и кофеина Вот почему ты заказал кофе с имбирем Да, я проверяю возможные варианты Но это не тот напиток Полагаю, мне нужно не кофе, но слишком много кофеина А чем тебе не нравятся гневоутоляющие препараты? Я ими не доверяю Кроме того, гневоутоляющие это слишком не индивидуально Каждый знает, да он сам отыскает свои лекарства В некоторых случаях его эффективность будет изменяться с возрастом И насколько эффективно твое лекарство Достаточно, чтобы меня утихомирить А мне, если честно, большего не надо Ты хотя бы обойдешься напитком Я слышал, некоторые оборотни занимаются всякими Извращениями, чтобы успокоить их в период гнева Какими, например? Ну, BDSM Такое только в порно бывает Стоп, что? У нас это нормально Знаешь, не нужно стыдиться, если тебе нравятся подобные сюжеты Эй, мне об этом друг рассказал Ну, он над тобой подшутил Гад Я к тому, что секс – распространенный способ успокоить себя Но, как правило, мы придерживаемся стандартных практик Если так подумать Заниматься чем-то типа бондажа в период гнева было бы довольно жестко Чем? Можно расшифровку для незнающих? Именно Так вот, возвращаясь к твоей ситуации Насколько ты близок к рецепту своего лекарства? В данный момент я знаю только, что мне нужен имбирь И, возможно, что-нибудь, где не очень много кофеина Типа чая, наверное Лучше запишите Вам вряд ли будет весело, когда он начнет кушать все подряд Сегодня я без чая Но в следующий раз Я могу попробовать приготовить ваше лекарство Буду очень благодарен Я отвлекусь на секунду Секунда прошла К сожалению, мне нужно идти В больнице возникла неотложная ситуация Пожалуй, тоже пойду Можем уехать на такси Согласен Спасибо за напиток Наверняка загляну сюда еще разу Перед тем, как улететь Так что, увидимся Спасибо, что заглянули Всего доброго Хорошо Кто еще? Я хочу день отработать и закончить Эй На сегодня достаточно? Типа того Эти двое Чем-то напоминает мне одно видео Хотелось бы, чтобы ты придержала свою фантазию Та еще волчонок играл с тигренком Там Мило наблюдать, как возникает дружба между теми, кто обычно не дружит А-а-а Ты про то видел? А-а-а А ты... Ну, знаешь Забудь Ну, конечно Она так разговаривала Где БДСМ и присутствовали Естественно Бористу все мысли туда ушли Ты Всего лишь шутка Да-да-да Не шути, пожалуйста Ты не умеешь Не умеешь шутки Не умеешь шутить Ладно, сегодня была, по крайней мере, интересная и плодотворная ночь Теперь нужно поспать Ага Не забывай отдыхать Полагаю, увидимся завтра Ой, не волнуйся Завтра приду Спокойной ночи Береги себя О, хорошо Бинный пряник Подслащен коричневым сахаром Иначе печеньковый монстр будет недоволен Так Четверг 24 сентября Уход одного из участников Не помешал Суперсмайзас Продать более миллионов копий Последнего альбома В видеоблоге Нашел учебную программу Некоторых частных вузов Рабочий профсоюз орков Остановите расовую дискриминацию на рабочих местах Так, стой, стой, стой Сохранить День третий Да Главное меню Да Так Так, выйти из игры Вот Ну игра такая Почитать Послушать Ну в общем Во День третий